Здравствуйте, друзья! В эфире киножурнал «Рецепты от Адая» и с вами я, Макс Малкеэль. Сегодня я хочу рассказать вам одну интересную вещь, касающуюся важной проблемы нас, готовящих, варящих кухонных людей. Когда мы пытаемся покормить наших близких овощами, салатами, а они их есть не хочут. Как решить эту проблему, сегодня я вам расскажу. Для этого нужно сначала сделать салатик. Любой салат, который вы знаете. Сегодня я вот взял то, что у меня было в холодильнике. Огурчик, помидорчик, зелень. Но у меня в холодильнике оказался укрой. Ну, не важно. Делаем любой салатик, который вы обычно делаете, и ваши близкие отказываются его есть. Я помню, когда я был маленьким, но близкие это обычно капризные девушки, наши дорогие, значит, женщины и дети. Когда я был маленьким, я помню, отказывался есть салат, говорят, я же не лошадь. Вот, добавляем сюда листиков. Вот, ну и получился вот такой салат. Так, чтобы, значит, ну, надо его немножко посолить. Чтобы, значит, наши близкие этот салат ели, нам нужно, значит, делать для него то, что называется на английском языке dressing или заправка для салата. Для этого я возьму, значит, гранатовый сироп. Ну, я делаю на глаз. Ну, вот, налью в миску, вот столько. Выжму сюда сок одного лимона. Добавлю это дело сюда. Добавлю сюда щепотку соли, оливкового масла, пару ложек воды. Теперь сюда я добавляю, ну, вот четверть чайной ложки сахара. Это дело размешиваю. А теперь еще добавляю сюда зубчик чеснока по терке и на терке. Или можно чеснок выжать на чеснокодавилку. Все это как следует размешивать. Но перед тем, как добавить заправку, я еще добавлю в салат немножечко болгарского сыра, или, как его называют в России, брынза. Или пар, буржуйский фета-чиз. Руба. Вот. Я хочу сделать немножко сухариков. Нарезал хлеб, можно использовать любой хлеб, кубиками. И запек его в духовом шкафу. Сюда я добавлю немножко оливкового масла. Чуть-чуть соли. И чуть-чуть чабреца, или как его называют, тимьян. Или в арабских странах и в Израиле называют заатар. Это дело я перемешаю. И теперь это дело я обиня поливаю соусом или платьюшком, который мы приготовили. И перевешиваю все это дело. Все, друзья мои, после того, как мы перемешали салат, можно его подавать, выложив горкой на тарелочку. Вот таким образом. Ну вот, друзья мои, салат с заправкой готов. Можете подавать его вашим детям, вашим любимым. Я вам гарантирую, что они его съедят с удовольствием. Название для салата я предлагаю Заравшан. Но, если вы хотите, можете назвать его Дружба народов или Салат Ромашка. Спасибо, что были со мной, что посмотрели мое видео. И до скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok